здравствуйте товарищи мастера нам стали доступны боссы ивента нового боссы неприятные потрепали много нервов по крайней мере мне постоянно их перепроходить потому что в душе не понимаешь что с ними нужно делать итак первый босс сюда возьмите 4 кого-нибудь кто бьет 4 dd саппортом можно не надо потому что по сути кроме хила он здесь никому не нужен нам нужно выхилить эйдена и нам будут мешать это сделать почему 4 dd потому что вот эти вот менеджеры они будут накидывать на эйдена антихил то есть лечение будет становиться все меньше и меньше плюс также здесь действует ограничение 19 ходов на все про все если здесь будет 3 dd и саппорт скорее всего вы не успеете я пробовал несколько раз чтобы записать здесь это все и у меня не выходило 4 dd вообще вышел замечательно хотя по факту здесь прокачка не кахущая и сейчас по прокачке идем дальше по ультам будет описано ниже как обычно но смотрите старайтесь бить только красного мужика потому что у зеленого начиная с 6 хода и далее плюс 4 будет щит который нужно будет снести тремя ударами с руки но если его здоровье на момент щита будет один процент щит ему не снесется то есть по факту вы провороните ульту этого моба поэтому пейте красного даже если вы снесете ему хп именно красным до 1 процента это совершенно неважно все равно хил по эйдену будет проходить главное вот чтобы у зеленого было здоровье и сносим вот так вот пилим по механикам здесь ульта за ультой каждый ход что-то интересное как ранее я уже сказала 6 хода плюс 4 мы не трогаем красного бьем только зеленого с 7 хода нам нужно увести будет всех союзников в защиту потому что будет сильная ауе и с 8 хода и далее плюс 4 все ульты плюс 4 нельзя использовать ульту хила поэтому при желании ульту хила можно использовать например на 6 10 14 ходу если у вас якума у него есть после ходовое лечение что достаточно удобно в целом все вот момент сложности в том что надо успеть поэтому 4 дд вам в помощь как только хп эйдена будет сто процентов он уничтожит всех и вы выиграли а я по классике ухожу с поля боя экономлю энергию и перепрыгиваем с вами на второго босса возьмите сюда пожалуйста танка у которого есть таунт это агрессия провокация в общем все то что заставляет мобов бить именно того на ком это метка он здесь будет вам очень сильно нужен по дд возьмите кого угодно в целом их урон роли не играет там важно здоровье но это тоже основная задача это хороший и сильный хил потому что мы опять же с вами будем лечить лечить мы будем нашего демонического эйдена а вот эти вот товарищи рыцари священники будут его бить по поводу урона ваших союзников как бы не были супер мега круто и офигенно в 5 звезд собраны ваши персонажи урон всегда будет один и тот же а вот с хилом уже поинтереснее чем прокачаннее ваш хил чем больше он хилит тем больше он будет хилить нашего главного героя его нельзя дать погибнуть это вот главная задача из интересности смотрите с 6 хода и далее плюс 7 нужно будет использовать таунт для чего потому что если таунт мы на этих ходах использовать не будем то мог противник на хила накинет анти хил анти лечение и суть в том что хил не сможет лечить вообще никого не вас не нашего босса нашего эйдена поэтому танк у нас на шестом ходу заберет вот эту вот негативную всю вещь на себя будет спокойненько жить не тужить а ваш хил сможет спокойно дальше лечить и ваших союзников и эйдена также следующая интересность с 9 хода и далее плюс 7 нужно будет чтобы у ваших дд именно дд если вы через них играете были откатаны ульты потому что именно на таких ходах нужно будет использовать ульту дд и еще ульту танк тоже можно по желанию почему бы и нет потому что ульта танка в принципе здесь всегда пкд всегда плюс 3 на любом ходу используйте бери не хочу но вот именно ультовать дд должны если они не будут ультовать во первых на них тогда накинется сало и сало это тишина сайланс и они не смогут использовать ульту во вторых еще и урон будет нормальный такой по всем вашим союзникам поэтому танк в помощь ульты в помощь у меня здесь данте у них быстрый откат ульты хотя по факту роль это никакой там особо-то и не играла просто вот чтобы было взяла чтобы показать наглядно да я того же могла сюда и эдмонда пятизвездочного взять только толку у него бы все равно не было все так же был бы одинаковый урон то есть что у эрмарвея который здесь что у пятизвездочного сср поэтому здесь вот здоровье да здоровье важно желательно хотя бы там две пятьсот три тысячи хп чтобы у ваших союзников было для того чтобы пройти данных товарищей если вы внимательно смотрите знаете описание союзников вы понимаете что у меня по факту здесь пачка из эр союзников кроме данных ну мне просто заменить было неким я такая ну возьмем тебя друг товарищ почему бы и нет также из минусов бой долгий затянутый так же как и первый босс где нужно блин вот это вот по крапалям сливать мобов даже не сливать мобов а восстанавливать здоровье что здесь по крапалям уже мы сливаем мобов по чуть-чуть по кусочку помаленечку и это крайне нудно я не люблю таких боссов мне больше приятнее сразу прошел и забыл не париться вообще кто там что там зачем там а здесь вот да заставляет задуматься хотя с другой стороны это интересно то есть есть какие-то своеобразные механики разработчики не забывают о том что не все можно пройти жиром не все можно пройти массой это наверное тоже здорово хотя периодически отвыкаешь от этого для вас самая главная задача здесь это запомнить пульты их всего две поэтому я не думаю что это будет особо критично и у всех плюс 7 смотрим описание открываем либо если вы хорошо считаете то запомните 6 и 9 ходы и прибавляйте к ним плюс 7 так на этом весь босс и вышел как только здоровье противников то есть рыцарь и священник этого становится 1 процент эйден говорит аривидерчи убивает их убивает себя и вам появляется огромная такая вывеска виктория вы сможете спокойно забрать три круточки с этого босса это несчастье потому что круточки всегда нужны и всегда актуальны как обычно по традиции не добиваю босса мне кажется иногда у вас мозолита перед глазами что снова снова проигрыш но это выигрыш потому что уже все пройдено энергию как обычно копим между вторым и третьим перерыв небольшой здесь на самом деле конечно урон уже будет решающим то есть и здоровье и прокачка но у меня здесь нет нет то чтобы большой выбор из того чем медленнее можно проходить да в моем случае иногда нужно медленнее проходить чтобы показать все аспекты этого боя поэтому я буду здесь брать танка танк в принципе здесь удобен если союзники не очень жирные по здоровью если у вас с этим проблем нет тогда возьмите кого хотите кем вам комфортно играет саппорт хил д д д д д д бафферы не знаю кто там у вас в общем любого союзника если все-таки по хп просадочка идет тогда танка и танка в центр мне вот комфортно было центр не знаю возможно вам на другой позиции больше подойдет начинается первая волна да у этого босса две волны и смотрите как бы подвоха нет но есть загвоздка здесь у нас четыре противника но кую мы не трогаем ему как бы до балды вообще до фени бьете вы его не бьете он здесь так сторонний наблюдатель а вот если мы бьем остальных это можно и наша задача слить их на первой волне но момент не оливу не это нежелательно бить ультой можно но уже это в ваших интересах потому что если вы ударите кого-то из них ультой то вам прилетит ответочка в контратаку 20 процентов от вашего здоровья если у вас со здоровьем проблем нет бейте ультами на здоровье какая-то интересная игра слов со здоровьем вышла якума можно слить в последнюю очередь в принципе ему без разницы если у вас вдруг накопились ульты но не в это не вали вы вы сливать ульты не хотите бейте якума why not как бы один процент хп они уходят с поля бора но следующий неприятный момент на седьмом ходу все ваши не ваши верни все эти противники они будут бить аое аое достаточно жирное если все три остались на поле боя вы не выживете если остались двое тогда через защиту можно пройти поэтому также будьте внимательны это седьмой ход он здесь решающий в принципе после седьмого хода уже ничего страшного не происходит вы можете спокойно добить оставшихся союзников но к седьмому ходу двое из трех должны остаться я не беру здесь про счет не рассматриваю потому что я хочу его игнорировать тут сейчас любители куи ворвутся в чат с ноги и такие это же куя я знаю он хороший но конкретно этом боссе я его полностью игнорирую и вам это тоже советую по здоровью сразу здесь сейчас схожу но скорее всего не меньше четыре восемьсот пяти тысяч потому что если где-то здесь будет там четыре триста четыре пятьсот скорее всего союзники ваши отлетят это такой очень критичный уровень 5000 идеально можно будет пройти выше вообще замечательно и спокойно может даже особо не переживать по здоровью но помним что мы до сих пор на первой волне и самое страшное будет только впереди смотрите если у вас на моменте якума остались ульты либо накопились вливайте все вообще без разницы просто потому что на второй волне все ваши ульты откатят вам по условию поэтому все будет нормально хотите ультовать ультуйте на в конце второй волны и минуя данных товарищей переключаемся на вторую волну красавцы красавцы все все вот эти вот концептуальные скины замечательно но внимательно теперь первый ход второй волны ничего не делаем уходим в защиту второй ход второй волны нужно будет три ульты в блейда если вы этого не сделаете вас ваншотнут три ульты в блейда пожалуйста запомните это обязательное условие таким образом мы порежем ему урон и выживем на следующем ходу поэтому да вот вот такая вот загвоздочка но даже после этого загвоздочки не заканчивается на следующий ход после того как вы по блейду побили его ультами мы переключаемся на рэя и рэй уже наносим три удара с руки чтобы он уменьшил защиту союзников да вот вот такая вот момент и теперь самое важное здесь принципе все важно но суть в том что вам нужно будет слить только квинси и только гару по остальным по рею по блейду по данте урон проходить не будет теперь следующий пункт господи как много условий по факту да гару и винси ультуют плюс 3 грубо говоря если вы например на 13 ходу начали бить мальчиков да гару и винси то ульта будет на 16 и и так далее то есть 16 19 21 и проще ультуют они и бьют соответственно квинси в 135 гару в 24 поэтому первым ну как по мне лучше сливать квинси как бы но меньше противников будут страдать меньше союзников будут страдать кроме всего этого еще ультуют также и остальные мальчики и рэй и блэйд и данте но да простят меня все кто проходят и все кто меня смотрят отследить их ульты я не смогла у меня почему-то на каком-то на каких-то прохождениях они ультовали то плюс 5 то плюс 4 то плюс 6 то плюс 8 и я такая ну ребят но это не серьезный подход поэтому в общем ульта марвея как обычно по кд чтобы загладить да забрать все ульты гару и квинси и танка если ульта хила и хила если у вас он слабенький как у меня здесь старайтесь держать в защите также если какие-то союзники у вас все-таки слабенькие и там меньше четырех с половиной на момент хода то также желательно увести их защиту и все сам вот большая сложность это в ну по крайней мере для меня было прохождение этой команды и возможность отследить ульты остальных вот противников но как только мы с вами добили гару когда вот это произойдет все чудное то остальные ходы а их будет два нужно переждать в защите как только уйдут вот эти вот гаврики все остальные данте рэй и блэйд таки а все нормально все замечательно мы пошли как бы домой гулять там я не знаю цветочки собирать и все прочее прекрасное и рубрика постоянных советов ребят не ленитесь читать контекстное меню сейчас очень много вот этих экранных приводчиков и когда когда вы открываете это контекстное меню становится проще понимать что нужно делать то есть по сути когда вы переходите на вторую волну лики а что куда зачем и как открыли контекстное меню смотрим на плейда и сразу видно что его нужно ударить ультами и жить немножечко все-таки попроще становится и как обычно не прохожу не прохожу а ухожу с поля боя как бы да что вы что вы как бы ну вы уже знаете правильно да сэкономить энергию ну а вы конечно же не уходите вы подождите пока бой закончится пока появится кнопочка виктори собирайте все награды с ивента за этих косов также в заданиях собирается награды и продолжайте фармить либо ивент либо ресурс не не знаю либо играть просто так смотреть на мальчиков на этом все всем спасибо за просмотр всем приятной игры удачных круток и пока пока